А в Страсбурге украинская делегация на открытии летней сессии ПАСЕ. Впрочем, заседание оказалось достаточно скандальным. Президент Ассаблеи Педро Аграмонт, похоже, снова нарушил договоренность с депутатами добровольной отставки и попытался сохранить должность любой ценой. О щекотливых кадровых вопросах в одной из самых влиятельных евроструктур расскажет Ирина Иванова. Эпопея с увольнением Педро Аграмонта длится уже три месяца. Кресло под президентом ПАСЕ зашаталось сразу после его скандальной поездки в Сирию, еще перед весенней сессией. Тогда депутаты устроили Аграмонту бойкот и требовали отставки. Он, несмотря на давление, от должности не отказался, но и на заседание перестал приходить. Не было президента в зале и сегодня, в первый день работы летней сессии. Объявляю летнюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы открытой. Уволить нахального руководителя по процедуре депутаты не могут. В ПАСЕ не существует для этого механизмов. Таких прецедентов в истории организации не было. Все, что смогли, ограничили его полномочия. И официально договорились, что Аграмонт сам уйдет с должности, поскольку утратил поддержку политических сил. Однако в условленный день президент ПАСЕ не явился на заседание. Вопрос отставки Аграмонта – это вопрос здравого смысла и ответственности. Сейчас все зависит только от него – прислушаться к этим дебатам и сделать свой выбор. Я надеюсь, что президент Аграмонт услышит аргументы, которые мы здесь приводим. Очередная договоренность об отставке тоже провалилась. В Куарах утверждают, что накануне он заявил своим коллегам из Европейской народной партии, что не собираются уходить в отставку. Сегодня его однопартийцы на закрытом заседании объявили недоверие своему выдвиженцу. Самого Аграмонта днем с огнем не сыскать. Прячется не только от депутатов, но и от прессы. Менее стойким оказался еще один участник скандальной поездки в Сирию – Юрди Шукла. Сегодня его отстранили от должности докладчика по украинскому вопросу. Сегодня на мониторинговом комитете было проголосовано тайным голосованием, большинством голосов, решение отозвать докладчика по Украине Юрди Шуклу, который появляется членом парламента Испании и главой группы либералов. Это связано со скандальным путешествием в Сирию, которое комитет принял решение, что это нарушает правила процедуры, нарушает правила поведения членов ассамблеи. И, соответственно, было принято решение его отозвать. Конечно, вся эта ситуация подорвала доверие между Украиной, украинской делегацией и как властью, так и оппозицией, и мониторинговым комитетом. Я считаю, что возврат этого доверия к мониторинговой процедуре, к комитету, будет зависеть от того, какая будет следующая кандидатура. Тем временем в ПАСЕ намерены изменить регламент, который позволит отправить Агромунта в отставку. А еще создали орган расследования фактов коррупции в организации. Конкретных фамилий депутаты не называют, но о скандальном прошлом президента ПАСЕ за последние три месяца вспоминали не раз. Агромунта подозревает, что в бытность докладчика по Азербайджану он лоббировал в пассе интересы режима. За деньги, дорогие подарки закрывал глаза на многочисленные нарушения прав человека в этой стране. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова